Посмотрите, что сейчас происходит, друзья мои! Позвольте мне показать вам одну статью! Эта статья была взята из журнала, который вышел в этом году. Это журнал «Christianity Today» «Христианство сегодня». Посмотрите, какое влияние исходит от Папы Франциска. И о чем же здесь говорится в заглавии, друзья? Потому как многие люди уже сегодня говорят, что это объединение протестантов и католиков зашло слишком уж далеко. Это время для нас протестовать против всего этого. Хиллари, прочти, пожалуйста, заглавие. Три европейских альянса предупреждают о том, что объединение протестантов и католиков зашло слишком далеко. Хиллари, прочти, пожалуйста, саму статью. На протяжении последних лет пятисотой годовщины реформации многие группы спрашивают, это закончилось? Громкое «нет» приходит от консервативных протестантов. Но «громкое «нет» должно звучать от адвентистов седьмого дня. В последний месяц национальное объединение протестантских церквей Италии, Испании и на Мальте, все члены мирового евангелистического альянса написали открытое письмо и обвинили глав своих организаций в том, что те уклонились от своих исторических позиций в проведении линии против богословия католиков и либеральных протестантов. Прошлой осенью протестантский альянс церквей Испании дистанцировал себя от совместного документа, который был подписан между Всемирным евангелическим альянсом и кем еще Хиллари? И Ватиканом. Предназначенный для продвижения христианского единения. И поэтому создается впечатление, что Всемирный евангелический альянс близок к подписанию заявления со Всемирным советом церквей. И с кем еще Хиллари? С Римо-католической церковью. О чем? О единстве. И даже о Великом единении. В декабре в письме от трех европейских альянсов было заявлено, там сказано, мы в недоумении от того, что происходит. Мы видим, что имеют место радикальные изменения. Что подразумевается под словами радикальные изменения и кто объединяется и с кем? Объединение протестантов с Римо-католической церковью. Протестанты и папство сейчас объединяются и люди говорят, что пришло время сейчас для того, чтобы продолжать протестантскую реформацию. Мы видим, что имеют место радикальные изменения во взглядах. И дальше они говорят. И поэтому мы просим вас остановить этот процесс. Воспрепятствовать тому, чтобы протестанты объединились с папством. Пророчество говорит о том, что они могут сопротивляться и заявлять о своем несогласии, но это объединение будет продвигаться вперед, и они идут к тому, что они однажды объединятся. Потом они объединятся с государством, и они будут навязывать свои постановления и преследовать несогласных с ними. Итак, мать очень скоро заполучит обратно своих дочерей. Восстановит ли папство свое мировое господство? Пожалуйста, Хиллари. Я хотела бы добавить, мы видим сейчас поколение этих протестантов, которые возвращаются к своей маме и бабушке. Они возвращаются к ее вере, к доктринам, которые исповедует их мать. Слава Богу! Да, именно то, что и происходит сейчас. Итак, эти дети прямо сейчас отходят от веры их бабушки, применяя эту аллегорию. Истинные протестанты, и сейчас эти дети, можно сказать, перестраиваются. Книга «Великая борьба», страница 384-я, там об этом говорится, и также страница 385-я. Вау! Понимаете, о чем я хочу сказать? Восстановит ли папство свое мировое господство? Вернутся ли гонения против народа Божьего? Да, несомненно. Человек, живущий по плоти, будет ли он испытывать страх? Да. Но можем ли мы как-то управлять страхом? Страх приносит мучения. Так в чем же мы нуждаемся, Хиллари? Вере Иисуса. И откуда приходит такая вера? Отслышание Слова Божьего. Священное Писание – гарантия против заблуждений. Я хочу вам кое-что показать, друзья мои, к обращению папы, которое было посвящено турниру Супер Болл, прислушались. Это сейчас в 2018 году. Я хотел бы проиграть вам это видео, это реклама компании Тойота, которая была посвящена турниру Супер Болл. Посмотрите о чем здесь говорится. Вот в чем главный вопрос. Короче говоря, мне нужно идти, все в порядке. Извини, друг. Не, не волнуйся об этом опоздании. Поехали. Почему не едем? Что происходит? Пристегнись! Давайте остановимся здесь. Что мы здесь видим? Что происходит? Это реклама. И какое заглавие здесь, Хиллари? Мы все одна команда. Мы видим всех представителей различных религий в этой рекламе, которая объединяется с кем? С папством. Итак, мы видим, что папство уже вмешивается и в спорт, и использует спорт для того, чтобы объединить кого? Все религии. Все религии. Все религии. Дьявол использует наше время папства как своего главного агента для того, чтобы объединить все религии. Все это говорит нам о том, что закон о воскресном дне близок. В то время как многие уже расслабились, вкушая пищу, которая не полезна. Употребляя пиво и поедая жареный картофель и пиццу. Участвуя в вечеринках и даже некоторые церкви, в помещениях которых предназначены для богослужений, устанавливают огромные экраны и показывают матчи по суперболу своим членам церкви. Знамения времени, которые происходят вокруг нас, показывают нам, что закрытие времени благодати уже близко. Посмотрите на это внимательно! Посмотрите это еще раз, друзья! Вот в чем главный вопрос. Короче говоря, мне нужно идти, все в порядке. Извини, друг. Не, не волнуйся об этом опоздании. Поехали. Почему не едем? Что происходит? Пристегнись! Давай, давай! Ну уже, садись! Вы серьезно? Ты мог бы поставить другую музыку? Нет! Ну вот и приехали. О, красивые кроссовки! Давайте сделаем это! Видите, что происходит, когда вы опаздываете? Мы проигрываем! Это на самом деле не моя вина! Мы все одна команда! А теперь посмотрите, какие были скрытые сообщения! Посмотрите на дверь в католическом храме, там где проповедовал католический священник. Вы увидите там слово «Франциск». Итак, кто стоит за всем этим объединением? Это влияние исходит от папы Франциска. Так и есть, Хиллари! Посмотрите на это! Вот это! Видите? На здании написано «Святой Франциск». А вот что папа сказал, я не хочу сейчас показывать все видео, когда он сделал это заявление. Мы будем использовать спорт для того, чтобы объединить религии. Это было сказано в прошлом, в 2017 году на турнире Супербол. А то, что сказал этот человек, исполнилось, друзья мои, это уже здесь. Я здесь немного пропущу. Послушайте, что произошло утром на этом турнире Супербол. Тогда была игра между командами Иглз и… это не так важно. А что записано в заглавии, Хиллари? Служение мессы для команд Иглз и Патриотс стало радостью для священников Восточного побережья. Итак, что они делали? Служение мессы тем утром. Я предполагаю, что это было сделано для тех, кто хотел посетить. Итак, они используют спорт, буквально влазят уже в спортивные соревнования. Кто-то может сказать, а поскольку папство принимает воскресный день как день поклонения, почему они будут поддерживать и поощрять спорт в воскресный день? Друзья, это для них не важно. До тех пор, пока игроки и руководители этих команд, и болельщики объединяются в служении мессы и участвуют в Евхаристии. Посмотрите на экран. Общенациональные служители работают со спортсменами на всех уровнях, чтобы те жили как Хиллари? Согласно католической веры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!